Первая книга Паралипоменон. Глава девятая. Весь Израиль был внесен в родословие, что записаны в книге царей Израиля. За свою неверность Господу иудеи были уведены в Вавилонский плен. Первыми вернулись в свои владения в городах израильских священники, левиты и прислуживавшие в храме. В Иерусалиме поселились люди из колен Иуды, Вениамина, Ефрема и Моносии. Утай, сын Амихуда, сына Амри, сына Имри, сына Бани, из потомков Пареца, сына Иуды. Из рода Шелани, Осая, его первенец и остальные сыновья. Из сыновей Зераха, Эуэль и его родственники. Всего шестьсот девяносто человек. Из колена Вениамина. Салу, сын Мишуллама, сына Хадавии, сына Хасинуи. Ивния, сын Иерахама. Илла, сын Узи, сына Мехри. Мишлуам, сын Шефатьи, сына Ритуэля, сына Ивни. Все они были главами своих родов. Родственников их по родословиям девятьсот пятьдесят шесть человек. Из священников. Едая, Ехаяриф, Яхин, Азарья, начальствующий в святилище Божьем, сын Хилкии, сына Мишуллама, сына Цадока, сына Мирайота, сына Ахитува. Адайя, сын Ярахама, сына Пашхура, сына Малкии. Масай, сын Идеэля, сына Яхзеры, сына Мишуллама, сына Мишеллемита, сына Иммера. И родственники их, главы родов. Всего тысяча семьсот шестьдесят мужей, могущих служить в святилище Божьем. Из левитов. Шамая, сын Хашува, сына Азрикама, сына Хашавьи, одного из сыновей Мирари. Бак-Баккар, Хереш, Галал, Маттанья, сын Михи, сына Зихри, сына Асафа. Авдий, сын Шамайи, сына Галала, сына Едутуна. Бехерья, сын Ассы, сына Элканы, жившего в селениях близ Нитафы. Превратники. Шалум, Акуф, Талмон, Ахиман и их родственники. Шалум был их главой. И до сих пор они на страже у ворот царских с восточной стороны, охраняют ворота со стороны потомков Левия. Шалум, сын Каре, сына Эвья-Сафа, сына Корея, и его родственники по отцу, карииты, несли службу, будучи стражами у порогов шатра Откровения, как и отцы их в стане Господнем охраняли вход. Финиес, сын Элеазара, был над ними начальником прежде, и Господь пребывал с ним. Захария, сын Мишелемии, был привратником у входа в шатер Откровения. Всего отобрано было в привратнике у порогов двести двенадцать человек. Они внесены в родословие по их селениям. Давид и провидец Самуил поставили их на то за их верность. Они и их потомки должны были служить привратниками и охранять врата святилища Господнего, то есть шатер Божий. С четырех сторон несли службу привратники с востока, с запада, с севера и с юга. Их собратья должны были в назначенное время по очереди приходить к ним из своих селений на семь дней. Четырем главным привратникам, которые были левитами, был доверен надзор за комнатами и хранилищами святилища Божьего. Вокруг святилища Божьего они проводили ночь, поскольку обязаны были охранять его, а каждое утро — отпирать. Некоторые из потомков Левия отвечали за богослужебную утварь, выдавая и принимая ее по счету. Другие должны были вести учет священных предметов, сосудов, а также самые лучшие муки, вина, масла, ладана и благовоний. Приготовлением благовоний занимались принадлежавшие к священническому роду. Матитьи одному из левитов, первенцу Шалума Кераита, за его верность было доверено печь лепешки для приношений. Их родственники из рода Кихата должны были готовить лепешки, которые складывались в две стопки на столе в шатре откровения каждую субботу. И певчие были из глав левитских родов. Во внутренних комнатах храма они были освобождены от всех работ, потому что они должны были днем и ночью совершать свое служение. Это главы левитских родов по их родословиям. Жили они в Иерусалиме. Отец Гевона Еуэль жил в Гевоне. Жену его звали Мааха. Сыновья Гевона, первенец Авдон, Цур, Киш, Баал, Нер, Надав, Гедор, Ахье, Захарья и Меклот. У Меклота родился Шимам, и они тоже, как и братья их, жили в Иерусалиме вместе с родственниками. У Нера родился Киш, у Киша Саул. У Саула родились Иоаннафан, Малкишуа, Авенадав и Эшбаал. Сын Иоаннафана, Мериф Баал. У Мериф Баала родился Меха. Сыновья Мехи, Питон, Мелех, Тахаря и Ахаз. У Ахаза родился Яра. У Яры родились Алемет, Азмавет и Земри. У Земри родился Маца. У Мацы родились Бина и Эрифая. Сын Эрифаи – Эляса. Сын Элясы – Ацель. У Ацеля было шестеро сыновей. Вот их имена. Азрикам, Бохру, Измаил, Шеарья, Авдий, Ханан – все это сыновья Ацеля. Глава десятая. Когда филистимлине пошли в наступление на израильтян, израильтяне, увидев их, пустились бежать, и многие из них пали, сраженные филистимлинами на горах Гильбоа. Филистимлине гнались за Саулом и его сыновьями по пятам и убили Иоаннафана, Авенодава и Малкишуа, сыновей Саула. Жаркая это была битва для Саула. Сразили его стрелы вражеских лучников, причинили ему нестерпимую боль. Саул сказал своему оруженосцу «Достань свой меч и убей меня, чтобы не смогли надругаться надо мной эти необрезанные, когда придут сюда». Но оруженосец очень испугался и не осмелился этого сделать. Тогда Саул сам взял меч и пал на него. Когда оруженосец увидел, что Саул мертв, он тоже пал на свой меч и умер. Так погибли Саул и три его сына. Вся семья Саула погибла вместе с ним. Когда израильтяне, жившие в долине, увидели, что войско их бежало, а Саул и его сыновья убиты, они, оставив свои города, бежали. А филистимляне заняли их города и стали жить в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли тела Саула и его сыновей, павших на горах Гельбоа. Они раздели его и, взяв голову его оружие и доспехи, повезли по всей земле филистимской, чтобы возвестить о победе перед идолами своими и перед всем народом. Оружие Саула они и поместили в капище своих богов, а голову прибили к стене в капище догона. Когда услышали жители Явеша Геладского, что филистимляне сделали с Саулом, собрались все их могучие воины и забрали тела Саула и его сыновей и перенесли их в Явеш. Останки похоронили под дубом в Явеше и семь дней после этого постились. Так погиб Саул за измену Господу, за свое вероломство. Не внимал он слову Господа, вопрошал вызывающую мертвых, с ней советовался, а у Господа совета не просил. Потому Господь умертвил его, а царство передал Давиду, сыну Иесея. Книга притчей Соломоновых Глава двадцать вторая Доброе имя дороже любого богатства, добрая слава дороже серебра и злата. Пересекаются пути богача и бедняка, каждого Господь создал. Разумный, завидев беду, спешит укрыться, а неискушенный идет прямиком, за что и поплатится. Смирение и благоговение пред Господом принесут и богатство, и добрую славу, и жизнь. У коварного на пути ловушки и тернии, но кто душу свою бережет, их избежит. Наставляй юношу в начале его пути, тогда и в старости он с него не свернет. Богач бедняками правят, и должник раб взаимодавца. Сеющий зло пожнет беду, и жезла гнева его не станет. Благословен человек с добрым сердцем, ибо хлебом своим с бедняками делится. Прогони прочь бесстыдного человека, и утихнет раздор, не станет брани и ссор. Кто любит чистоту сердца, у кого на устах доброе слово, с теми и царь дружен. Слова разумного под чутким оком Господа, а слова вероломного он отвергнет. Говорит лентяй, лев за воротами, на улице я погибну. Уста чужой жены, что яма глубокая, на кого Господь разгневан, тот в нее попадет. Если глупость завелась в сердце юноши, наставление с розгой ее прогонит. Кто бедного угнетает ради достатка и взятки дает богачу, обнищает. Настрой свой слух, внимай словам мудрецов, обрати свой разум к моему знанию. Как отрадно будет тебе хранить слова эти в сердце. Пусть всегда покоятся они на устах твоих. Тебя. Тебя сегодня я им научу, чтобы уповал ты на Господа. Для тебя написал я эти тридцать изречений с наставлениями и советами, чтобы научился ты правде и словам истины, чтобы смог ты дать ответ тем, кто поставлен над тобою. Беден бедняк, но ты не угнетай его и нищего не обижай на суде, ибо сам Господь за них в тяжбе вступится и у тех, кто обирал их, отберет жизнь. Не дружись с гневливым, не водись со вспыльчивым, иначе пойдешь по их дороге, самому себе приготовишь ловушку. Не будь среди тех, кто за другого ручается, берет на себя чужие долги. Если нечем тебе будет платить, даже постель вытащат из-под тебя. Не нарушай древние межи, которую установили предки твои. Видел ты человека, искусного в своем деле. Царям он будет служить, а не черни. Послание апостола Павла христианам в Эфесе Глава 5 Одним словом, подражайте Богу, ведь вы возлюбленные дети Его, и живите в любви, подобно Христу, который возлюбил нас и себя самого, отдал за нас, как жертвенное приношение Богу, как отрадное для Него благоухание. А разврат, распущенность всякое или стяжательство, о них у вас, как у святого народа Божьего, и речи быть не может. Ничего неприличного быть у вас не должно, никакого пустословия или глупых шуток, что вам не пристало. А лучше своим языком Бога благодарите. Ни один блудник, ни один в пороках погрязший человек, будьте в этом уверены, ни один стяжатель, он ведь то же, что идолопоклонник, не наследует Царства, Христа и Бога. Да не обольстит вас никто своими пустыми речами, ведь это все навлекает гнев Божий на тех, кто Ему противится. Потому не должно у вас быть ничего общего с ними. Вы были тьмою когда-то, но теперь в Господе вы свет, так живите, как дети света, а где свет, там все доброе, там праведность и истина, стараясь всегда уяснять, что угодно Господу. И не только не участвуйте в делах тьмы, в бесплодных делах, но и даже изобличайте их. Конечно, о том, что втайне делается теми, кто во тьме, и говорить стыдно, но выставленное на свет, все становится явным и разоблачается, и при свете тоже становится светом. Потому и говорится, проснись, спящий, восстань из мертвых, и озарит тебя Христос. Так что внимательно следите за тем, как живете вы, не как безрассудные живите, но как мудрые. Наилучшим образом используйте время, потому что век нынче коварный. И поэтому не будьте неразумны, но старайтесь постигать волю Господню. Не предавайтесь пьянству, оно к распутству ведет. Вместо этого будьте исполнены Духом Святым. Наставляйте друг друга словами псалмов, гимнов и песнопений духовных, и воспевайте в своих сердцах Господа, Его прославляйте. Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благоговея пред Христом, умейте подчиняться друг другу. Вы, жены, подчиняйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж для жены глава, как и Христос глава Церкви. Он же Спаситель тела, Церкви своей Спаситель. Но как Церковь подчиняется Христу, так и жены, пусть во всем, повинуются своим мужьям. А вы, мужья, любите своих жен. Как и Христос возлюбил Церковь, так что самого себя за нее отдал, чтобы осветить ее, очистив водою крещения и словом своим, и сделать ее для себя, церковью во славе, церковью, не имеющей ни пятна, ни порока и ничего подобного, но чтобы была она свята и безупречна. Именно так мужья должны любить своих жен, любить как тела свои, любящие свою жену себя самого любят. Никто ведь никогда не питает ненависти к плоти своей. Напротив, он заботится о ней, как и Христос от церкви, потому что мы части тела его. Поэтому, говоря словами Писания, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей и станут двое плотью одной. Тайна эта велика. Но я отношу слова эти ко Христу и церкви его, хотя это и к вам относится. Каждый муж должен так любить свою жену, как себя самого, а жена почитать своего мужа.